Гетфан на связи. В этом обзоре напомню про корабль, который конкурирует с общепризнанной имбочкой, увиденной из продажи, и при этом за который не нужно платить деньги. Любите халявный нагиб на премию? Тогда жмите лайк, это видео вам точно понравится. Ну а перед разбором напомню, что ютуб канал после выключения монетизации живет благодаря бустерам. Хотите помогать каналу и получить ранний доступ к контенту и розыгрышам премтехники, то вступайте в наше морское братство. Ссылочка в описании. Ну а теперь срываем покров тайны. Речь в обзоре пойдет про эсминец Шинаноми. Напомню, что этот корабль можно получить в качестве финишной награды за компанию Почетная служба. Благодаря возможности фарма звезд на простых задачах, получение корабля, на мой взгляд, совершенно точно не выглядит сложно. И что самое удивительное так то, что по статистике Шинаноми незначительно отличается от имбового Т-61, которого разработчики, напоминаю, вывели из продаж уже давно. При этом нельзя сослаться на то, что завышенная эффективность в постатке Шинаноми связана с какими-то продвинутыми игроками. Нет. Боев на корабле играется много, так что будьте уверены, играют на нем все, кому не лень. Тем не менее, корабль по статистике выглядит все равно сильным. Хотя и имеет ряд специфичных особенностей, о которых важно знать. Для меня ключевой слабостью Шинаноми являются короткие ручонки и малая подвижность. То есть корабль медленный, и при этом его артиллерия имеет исключительно малую дальность льбы, а его торпеды уступают в дальности хода большинству других японцев. В сумме такие ограничения заставляют больше внимания утерять позиционки, ведь слишком высок риск того, что мы либо не дотянемся до противника, либо поздно подгребем на интересный фланг, либо банально не успеем отойти от опасного фланга и нас утопит. По этой причине корабль сложно будет реализовать новичку, но набив больше опыта и прочувствовав темп игры, можно будет удивлять противника исключительно широким спектром воздействия на ход сражения. Преимуществом корабля отнесем высокую маскировку, позволяющую комфортно передвигаться по карте и участвовать в захвате точек. Торпедное вооружение, как и полагается, сильно для японца. И состоит оно из 9 8-километровых торпед с высоким уроном, что дают близ лидерский альфа-страйк пуска. Короче, супец наваристый, а благодаря быстрой перезарядке аппаратов можно часто проверять на внимательность противника. То есть спам направления торпед тоже высоко и потому жить близ шинаноми банально некомфортно. Артиллерия шинаноми тоже нетипично сильна. Благодаря большому количеству стволов и мощных фугасов, он способен наносить ощутимый урон по одноклассникам. Только поймите меня сейчас правильно, артиллерия хорошо подходит для неожиданных коротких стычек с предварительной подготовкой, так как башни японские приваренные и скорострельность тут аутсайдерская. Так что в длительных дуэлях с универсалами с этой артиллерией есть риск получить урона больше, чем раздать. Но при правильно построенной тактике агрессии шинаноми нельзя недооценивать в перестелках. И вот это я покажу в сражении и расскажу больше про подготовку правильной атаки. А пока закончу с портовым разбором еще одним немаловажным недостатком корабля. ПВО тут в зачаточном уровне, потому в боях с авиками приходится не сладко, и больше необходимо полагаться на маневр, дымы и незаметность пытаясь стать неудобной целью, в надежде на то, что авику просто надоест охота, и он переключится на кого-то попроще. И этот момент тоже покажу в сражении дальше, но ключевым недостатком эту характеристику не считаю, потому что не в каждом сражении есть авик, да и далеко не в каждом сражении он решит охотиться именно за вами. А теперь за прокачку. Кэп сюда прекрасно заходит с основной ветки симки, то есть максимальное внимание торпедному вооружению и живучести. Хотя перк осмотрительный можно было бы для шинаномии не брать, но так уж получилось, что отдельного кэпа на этот прям качать не стал, ну а ветка шимы в полном составе ходит у меня с перком осмотрительным. В модерках логика торпедника немного отличается у меня, и я тут беру точность артиллерии. Объясняю такой выбор тем, что в сражении часто навязываю арт перестрелки и для меня предпочтительно, чтобы эти перестрелки длились как и можно меньше по времени. Но если вы играете более пассивно, то тут лучше взять скорость торпед. Ну а теперь, как и обещал, бой с демонстрацией тактики выживания под авиком и активной перестрелкой из артиллерии. Но перед этим еще раз напомню, что ваши лайки – это топливо для ютуба. Поддержите ролик лайком, если он кажется вам интересным. Ну а я вам за это буду благодарен. 6 уровня японец этот прям, можно таки сказать, зубастый, плюс еще большое, ну много торпед. Короче, делает прям боль всем, кого только может дотянуться. Большая только проблема у него в том, что он медленный и дотягивается очень недалеко. Поэтому если бой с авиками, то вы автоматически попадаете в не самые комфортные, комфортные условия сражения. И вот мы вот тут, ура! Ура! Ну ладно, не будем отчаиваться, не будем наматывать сопли на кулак и тут найдем чем заняться. Тут главное не очковать, но и не упарываться. Да и мы просто дотянем до этой какой, до точки и попробуем в дымах точку подзахватить. Ой, смотрите, уау, 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 рейнджер, рейнджер. В нашей тусовке рейнджер молодец. Вот он, кстати, про этот момент взаимодействия с эсминцами на точке я что-то забыл. То есть я поставил ястребов так, чтобы подсвечивать, а он поставил ястребов так, чтобы и мне было комфортно защищать. Вот. То есть зачетный. Рейнджер, давайте лайкосиком за это. Вот так вот у меня легко впечатлить и порадовать. Показал, подсветил. Ружьишко на меня летит, так как. Может, пойдешь ты, ружьишко, нахер? Как ему повезло, зараза. Лучше бы я направо делал циркуляцию. Тогда бы они не взвелись. Не успели, тупо, похереть. Хотя, ладно, у нас такая незамеса с авиацией, что не поможет. Боюсь, сейчас он решит скинуться торпедами. И будет прав. Боюсь, сейчас он решит скинуться торпедами и будет прав. Кстати, обратите внимание, что мы сражаемся не просто с Кагера, а мы сражаемся с шестой эсминец против восьмого эсминца. При том, что нельзя сказать, что меня авик-то не трогает, а вот его трогает, и поэтому мы идем. Нет, пацаны, борьба эсминец за эсминец за точку, это далеко не всегда противодействие уровня. Это противодействие у кого наглости больше и смелости больше. Вот в нашем случае мне наглости хватило побороться с Кагера, несмотря на уровень. Но и все равно упарваться не стоит, захватываем точку и сваливаем. Я же понимаю, что объективно говоря, он по сумме характеристик сильнее. Ну че, теперь ждем на точке у Вестерос. Кстати, вот этот вот геймплей борьбы за точкой через инвиз, ну в общем-то вот он такой вот у торпедников. То есть мы либо пересвечиваем, либо сбиваем захват, ну и потом перезахватываем точку сами. То есть главное, главное, ну совсем не забивать, да, то есть вот на эти вот истории подсвета. Иногда, иногда даже торпедного эсма может, мощи торпедного эсма может хватить, чтобы сделать много. Мы либо сбиваем захват, что уже само по себе нервирует, заставляет потратить больше времени, да, в сражении. Ну, у него прям есть на нас зуб, что ли, у авика. Тагерыч пошел гнезик торпить, ну а правильно, а че, гнезик упоролся туда, пошел вперед. Ну, мы же не могли помешать гнезику самоубиваться, да? Один, что мы можем удерживать каким-то макаром вот эту вот точку. Сейчас вот сюда идет Минск, это ситуация опасная. Давайте просто, ну, проспамим. Скорее всего, он пойдет куда-нибудь вот сюда. Да, просто предугадали. Вот, Минск, это вам не Кагера, да, то есть это худо-бедно артиллеристы. И вообще-то, если мы устоим и точку не отдадим ему, ну, мы вообще-то там молодцы. Удача, к сожалению, не была на нашей стороне полностью, да? Но дымы. Терпение и дымы все перетрут. Плюс еще Кагера тут же, да, то есть он... Захват на нем. Не собьем, нет? Вот тут я, кстати, упустил, возможно, то есть... А, нет, не упустил. Вот, то есть мы прям до последнего, да, сражаемся, точку не отдаем. Нихера. Мы, как воин, мы лев. Мы тигар. Не задимся, нихера. Точку вы нашу не получите только после нашей смерти. Которая, надеюсь, наступит не скоро. Понял, Минск? Ты вот уяснил эту ситуацию, да? Вот впитал мудрость в жизни. Вот давай, делись со своим товарищем Кагером. Откровенно говоря, жутуха не бытуха сейчас. Сейчас еще победа тут летает. Я бы поперестеливался, но я боюсь то, что с Бутенова... Я не боюсь с Минском перестреливаться, я боюсь от Бутенова получить. Блин, но тем не менее, смотрите, блин, нихера не мешает нашей команде сливаться. А мы в той ситуации, когда... Ну, тогда придется отступать. Блин, ну что будем делать? Вот не будет Бутенова, я, может быть, даже Кагерс в Минском развалю. Уважаемая авиковода, уважаемый Бисмарк. Повезло, повезло, Абик. Не догадался, где я. Смог у него буквально под носом выжить. Пованем туда, мало ли. Здравствуйте. Минск, как ваш ничего? Макс, ты там еще сильно не изменил мнение о данном эсминчике, нет? Он еще не слишком плох для тебя? Или, может быть, уже достаточно неплох? Зачем вот эти все дымы? Просто для того, чтобы мы как можно быстрее вышли из... Ну, с точки, мы точно ее захватили и пошли в какую-нибудь охоту за... В какую-нибудь охоту за фрагами домашкой, да? Ну, это, слушайте, прям подарок судьбы. Если сейчас приплывет на мои торпеды и поймает их, это будет прям, ну, сюрприз. Я буду считать, что это прям как подарок на Новый год. Ну, со стороны Победы. Ну, Побед, спасибо тебе за подарочек. Мог, конечно, побольше, побольше скинуться, да? Что-то пожадничал ты, пожадничал. Но тоже неплохо. Две торпеды лучше, чем одна торпеда, а и тем более лучше, чем ноль торпед. Ну же, ешки-дрёшки. Наша команда получила преимущество. Ну чё, ружьишка? Кто там по мне? Кто за мной летал? Кто меня искал? А, ты продолжаешь? Ой, зараза, теперь попадёт. Из-за того, что я, кстати, торпеды решил скинуть. Не решил бы скидывать торпеды, а чуть-чуть заранее подумал о собственном вырывании, то нихера не получилось. То есть я тут подставил буквально сам борт под удар. Буквально всё подкручено, пацаны. Всё подкручено. Стример пытается накрутить бой Абику. Ай-яй-яй. Ну, хотелось бы, знаете, добить его. А? А, нет, 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 блин. Думал его, знаете, затроллиться на торможении, и торпед прошла перед носиком. Как итог, корабль силён. При грамотно построенной тактике защиты он способен сопротивляться уничтожению. Торпеды держатся в напряжении ближайших противников, а артиллерии можно отстреливать назойливых охотников за торпедниками. Ну, а если за вами охота не ведётся, то в этом случае разрыв рандома просто обеспечен. Учитывая, что премкорабль халява, в соотношении цена-качество оценка стремится к бесконечно позитивной. Потому, если вы ещё не получили шинаноми, то рекомендую не тянуть с этим. Он того стоит. Ну, а на этом всё. Надеюсь, видео было вам полезно. Жмите лайки. Ну, а особые слова благодарности спонсорам с Бусти, в особенности адмиралам Константину Пучкову, паранойю Куслипу, Алексею Емельянову, Спартану, Дмитрию Виноградову и лейтенантам Нантиксу, Магмарлину, Арнольду Шворти, Артёму и Гоу Страйдеру. Благодаря вам, а также другим подписчикам Бусти, канал на Ютубе жив, несмотря на выключение монетизации и продолжает радовать всех зрителей новостями и обзорами. Ну, а на этом точно всё. До связи и пока-пока.